Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я похудела и как я сейчас поддерживаю свое тело в порядке. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну что ж, 4 года назад я поправилась на 12 килограмм и я весила 64 килограмма. Даже нет, получается на 13. Сейчас у меня вес 51 килограмм, мой рост 172 и параметры, кому интересно, и вы часто спрашиваете, 90, 61, 93. Тогда, когда я поправилась до 64 килограмм, я не замечала этого, пока в один прекрасный момент не видела на фотографиях именно, что я какая-то другая. Мне уже нужен, наверное, фотошоп, и я поняла то, что я набрала вес, осознала, что эта цифра не маленькая, что это 12 килограмм, и просто кардинально решила худеть. Я начала узнавать массу информации про диеты, про всевозможные способы похудения, перепробовала много чего, но ни одна диета, ни одно ограничение мне в итоге не помогало, потому что я быстро срывалась. И на тот момент для себя я самая подходящая нашла просто пить чай. Я и так всегда пила чай в больших количествах, я уже об этом говорила. Правда, если у вас есть какой-то такой продукт, который вы безумно сильно любите, чай, либо это кофе, может быть, что-то такое, что, по идее, не сильно калорийное и не будет вам добавлять жира, и в идеале, чтобы это был напиток, то на нем, по идее, вы можете сидеть и худеть. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это полезный способ похудеть, я просто рассказываю тот опыт, который был у меня, чтобы это было без вранья, что я там ела куриную грудку, в общем, высчитывала килокалории, нет. Я пила чай просто сутками напролёт, по сути, заменяла приёмы пищи, и с чаем я ела в основном сухари. Это такие крупные сухари, называются они вроде как звёздные, и вкус был ванилька, либо с изюмом. Калорийность у них на самом деле не маленькая, я не знаю, почему я на них похудела, но я съедала за целый день примерно пачку, я её распределяла на три приёма чаепития. Ну и, конечно же, я ела нормальную еду, просто уже не в таких количествах, мне её практически не хотелось есть, потому что я постоянно была на чаепитиях. И в итоге весь вес лишний я сбросила примерно за три месяца, но, конечно, состояние моё было не такое идеальное, как я хотела, потому что мало просто потерять вес, я хотела, чтобы кожа была в тонусе, чтобы мышцы были, чтобы тело было потянутое, и, понятное дело, нужно было уже подключать тренировки, массажи, разные обёртывания, в общем, уход, спа и так далее. То, что я делала тогда, мне очень сильно помогало и тоже прям быстро подтягивало кожу, я видела результат буквально после каждой процедуры. Это были обёртывания с глиной, обёртывания с кофе, различные обёртывания медовые, массаж медовый, я об этом снимала отдельное видео, всё, что влияло на тонус кожи и на кровоток. И сейчас мои самые любимые методы для поддержания фигуры в тонусе, это, конечно же, упражнения физические, дальше это щётка, которую я уже показывала не раз, я делаю ей массаж с кремом. И также самый мой обожаемый фаворит, это кофейный скраб от фирмы Ришей, я его в инстаграме уже вам показывала, и раньше я пользовалась обычным кофе, но эффект был совершенно другой, потому что просто молотый кофе, это просто молотый кофе. Здесь в составе есть различные масла, гималайская розовая соль, тростниковый сахар, масло авокадо, какао масло, масло макадо, миндаля и многое другое. Поэтому этот скраб конкретно, он пропитанный, он маслянистый и грубо кофейный, поэтому им я делаю и скраб кожи и также обертывание, потому что здесь в составе опять-таки масла. Я просто оставляю этот скраб после, как поработаю уже и обработаю какие-то зоны фигуры, под пищевую пленку оборачиваю, получается обертывание кофейное, и эффект просто вау, потому что все масла, которые в составе, они все обалденные, они впитываются в кожу. Хожу и так минут 15-20, в идеале вылезти из ванны и одеть какие-то теплые треники, и тогда кожа потом будет просто невероятно мягкая, объемы уходят визуально. Также после снятия пленки можно еще помассировать дополнительно, и тогда эффект просто потрясающий. Я правда вам советую попробовать такой метод, сначала скрабировать, потом делать обертывание на такую раскрабленную кожу, есть такое слово, и потом еще в конце нанести какой-то увлажняющий крем или масло, и тогда эффект просто будет потрясающий. Сейчас для того, чтобы поддерживать свою фигуру в хорошем состоянии, я сижу на интенсивном питании, все, что я делаю, это подсчитываю примерно килокалории и делаю их меньше своей суточной нормы. То есть едаю меньше, чем мне нужно, по идее, в сутки, и эффект не заставляет себя ждать, я не поправляюсь. Конечно же, я стараюсь есть больше белковой пищи, но это все буквально условно, интуитивно опять-таки. Я сегодня сейчас кушала пирог, только что пила с чаем, я готовила бургеры, и могу сейчас вечером еще съесть сникерс, либо сухари, либо печеньки. В общем-то, все такое вроде бы мучное и вредное, но при этом я не толстею, и не потому что я ведьма, а просто потому что килокалорий меньше в сутки, чем надо, и организму просто не с чего потолстеть. Потому что мне лично ПП не подошло, я просто не выдержала ограничивать себя в чем-то и давиться какими-то овсяными блинами, там, я не знаю, сырниками, с кукурузной мукой, которые абсолютно невкусные, чем-то безвкусным и постным. Это не мое, я обожаю еду, обожаю вкус еды, и поэтому единственное, что мне подходит, это ограничивать себя хотя бы в количестве съеденной еды и в количестве килокалорий. Если я съела бургер, который 700 килокалорий, ну извините, я могу съесть второй такой, но больше ничего. Это была часть моего ухода за собой и того, как я похудела. Я буду снимать подробные видео на эту тему попозже, и надеюсь, такая тема вам интересна. Если да, то пишите в комментариях, что конкретно вас интересует, и я постараюсь эти вопросы раскрыть в видео. Всем большое спасибо за внимание, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok